Российские силовики несколько часов избивали трудовых мигрантов из Центральной Азии. Об этом сообщает Радио Азади. По словам трудовых мигрантов, происшествие произошло вечером 12 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в автопарке, где они работают водителями, после чего избивали их в течение нескольких часов. В беседе с журналистами сотрудник посольства Таджикистана подтвердил данный факт. Среди задержанных 10 граждан Таджикистана, один из них подвергался избиениям со стороны бойцов ОМОНа, заявил он журналистам. Пострадавший Самарбек Усмон Улу рассказал подробности произошедшего кыргызской службе Радио Свобода. Бойцы ОМОНа приехали на стоянку автопарка около 10 вечера, задержали всех водителей, нас избили и забрали документы, избивали до утра, в больнице меня не приняли из-за отсутствия паспорта, сейчас лежу дома, состояние тяжелое, у меня перелом ребра, на лице никаких следов избиения нет, но все тело в синяках. Мне даже не дали спросить, за что нас избивают, заводили в комнату по 10 человек, где трое избивали дубинками, все были в масках, мы не видели, что это был за отдел, кем были эти люди. Некоторых заставили жевать миграционные бумажки и запивать их водой, рассказывает потерпевший. Пострадавший утверждает, что их избили в здании по адресу Воронежская 1, по этому же адресу расположено управление ГИБДД по Хабаровскому краю. Одной, по две, по три забирают в одну комнату и вставляют нас как лестницы вставляли друг друга, и они начали как бы прыгать на нас, и камеру закрывают они. По словам кыргызстанца Жиргалбека, перед избиением милиционеры заклеили камеру видеонаблюдения. Они заклеили камеру скотчем, нам приказали смотреть вниз и начали избивать. Кричали, что мы проезжаем на красный, высаживаем безбилетников, хулиганим. Их раздражали наши лица. Четверых-пятерых ребят избили особенно жестоко. Нас отпустили около четырех утра и сказали, чтобы с утра мы, как обычно, вышли на работу. Некоторым документы и телефоны не вернули, рассказал пострадавший трудовой мигрант. Напомним, что грубое нарушение прав граждан стран Центральной Азии и разнообразные преступления в их отношении в России уже давно стали обыденностью. Однако режим из стран региона принципиально сохраняет молчание по этому поводу. Укрепляется взаимодействие в сфере безопасности.